Всем привет, друзья! Добрейшее утречко, может быть у кого-то ночь еще или вечер. Черри Тига 7 у нас. Все предшествуем обзору небольшому. Обязательно протестируем автомобиль на разгон, на динамику, на комфортность. В общем, сегодня я решил по подвесочке посмотреть. Этот автомобиль у нас уже продан. Да, сегодня мы, значит, будем обрабатывать полости, подкрылки. Снимать, кстати, подкрылки на Черри Тига с ворсом задней, шумоизоляцией уже. Будем снимать вот эти подкрылки, все там обрабатывать. Клиент попросил. Так, по днищу. По днищу. Вот такой прорезиненный слой. Прорезиненный слой. Обработки днища. Да, такой мягенький какой-то. Мягкий слой прорезиненный. Демпфирующий, так скажем, покрытие. Все днища обработали. Это у нас топливный фильтр. Такой же, как на эйфалках, на пятерках, на тройках. Один в один. Так, иначе, по подвеске. Подвеска совершенно. Даже отличается от Тиги 5. Задняя подвеска. Как на RAV4 выжат. Здесь нижние рычаги. Похоже. Стабилизаторы, втулки, стоечки. Задний рычаг, интересно, так интегрирован. Задняя ступица. Я думаю, по деньгам, конечно, нормально будет стоить. Еще один рычажок косой. Вот этот. Продольный, интересный рычаг. Сылинблок туда, внутрь. То есть, кузов интегрирован. Вот его менять. Ага. Чтобы поменять цылинблок, значит, от этого косого рычага продольного, нужно будет выкрутить само посадочное место, достать, потом оттуда открутить цылинблок, выпрессовать. Ну, короче, ну да, ну, в целом, подвеска. Пружиночки маленькие такие. Облегчили задний, так скажем, подрамник для задней подвески. То есть, из труб сделанный. Так, на парктронике. Камера заднего вида. Здесь, кстати, камера заднего вида. Камера в зеркалах. Камера спереди. Здесь передняя камера. Здесь 360 градусов обзор. То есть, когда вы включаете заднюю скорость, у вас все видно. 360 градусов вокруг. Так, что мы имеем с завода? Такую пластиковую защиту. Обязательно будет ставиться металлическая. Металлическая защита. Все новенькое. Привод. Привод длинный. Правый привод длинный, да. То есть, опорного подшипника никакого нет. Так, балансир. Ну, передняя подвеска стандартная. Макферсон. Нижний рычаг. С двумя сиренблоками. Шаровая стойка. Стойка-стабилизатор длиннючая, конечно. По-моему, еще длиннее, чем на Тига 5. Еще длиннее, чем на Тига 5. Такая прям. Привличная. Вот, в общем-то, эти все места. Ленджероны. Вот эти все тоже подкрылки. Передние. Передние подкрылки. Передняя без шумоизоляция. Кстати, есть передние подкрылки. На них шумоизоляция. Передние и задние. Дополнительная шумоизоляция. На Тига 7 продаются. Вот эти все места будут обрабатываться обязательно. Вот этот вот пластик, что это под днищу. Аэродинамическое какое-то решение. Аэродинамическое. Это, чтобы фильтр с камнями не побило, наверное. А если назад в сугробе поедешь. Ну, в общем, понятно. Так. Интересно, да? Все интегрировано спереди, да? А все-таки выемка под какой-то некий раздатку или кардан. То есть, имеется. То есть, собственно говоря. То есть, возможно, они еще и будут полноприводные, да? Это так, замашка наперед. Ну, я думаю, да. Ну, потому что для чего бы вот это все надо было сделать? Для того, чтобы здесь крепить подвесное. То есть, я так полагаю, на внутреннем рынке, в Китае, они есть полноприводные. Места крепления есть. Здесь вот тоже места крепления есть. Все так сделано для того, чтобы... Да, я думаю, да? Труба чуть двенится сюда. Да. Здесь станет кардан, мост. Я думаю, вполне возможно. А то и сто процентов полнопривод будет, однозначно. Если мы хорошо все попросим, да, подписчики? Так. Ну, в общем-то, эти все места, все-все-все-все будет обрабатываться. Сегодня будет обрабатываться. Ну, вот такая вот подвесочка. Баф пластиковый, отражатели. Глушитель. Скорее всего, будет полноприводный, потому что я не пойму, вот этот крепеж. Так что, я думаю, да. Здесь крепление, под глушитель. Здесь он сверху пройдет. Тем более, место есть. Здесь много места. Порядка, наверное, 20 сантиметров. Ну, да. Смотрите, здесь у нас... Раз, два. Развал, сход, развал. Блин, еще один косой рычаг в подвеске. Очень интересно. И вот тут еще один рычаг. Вот рычаг. Дестабилизатор. Ну, прям, супер-многоречажка, блин. Ну, в целом, по первым ощущениям, автомобиль, блин, он и смотрится шикарно. Смотрится прям такая мордочка хищная у него. Прям хищная мордочка. И в салоне внутри, вот, первое, присел, допустим, когда мы их перегоняли с автовоза. Комфортно, комфортно, удобно. Вроде все читаем. Ну, поближе потом, далее, дальше познакомимся. Обязательно с этим автомобилем. Ладно, ребят, все. Всем удачного дня. Пока. Обязательно, обязательно заснимем обзор. Кстати, задние амортизаторы будут очень просто менять. То есть, внутрь салона не надо лазить и разбирать. То есть, два болта здесь открутить. И здесь один. Все, амортизатор поменят. Амортизатор поменят. Да. Да. Так что, вот такие дела. Все. Подписываемся на канал. Пишем свои комментарии. Пишем свои комментарии. Ладно. Все, всем пока. Так, сняли под крылочкой. Сейчас под крылочкой. Швы промазаны. Вот так выглядит не обработанное. Участок под крылом. Все обработанное. Все кожи обрабатываем. Обрабатываем. Обработанное. Так что процесс идет. Процесс идет. Процесс идет. Процесс идет. Под крылочек. Так, все. Все, Максим тут у нас обработал. Обработал. Под крылочки. Днище еще не обрабатывал. Но сейчас. Блин, кто-то проветрится помещение. Так, а мы пока посмотрим, как у нас здесь сосредоточена тормозная система дисковой. Дисковые тормоза задние. Это колодки. Суппорт. Тут два шланга интересных. То есть трубка. Интегрированный фланг. Дальше переход трубка. И здесь на шланг. Подвижная часть. Ну, вот как-то так здесь интегрировано. Здесь тоже интересно. Можно было здесь все сделать шлангом. Ну, ладно. Где вы так еще посмотрите, да? Рассмотрите вблизи. Ну, довольно-таки большой тормозной диск задний. Довольно-таки большой радиус. Ну, и колесики не маленькие. 18-е тапки. 18-е. Вот резина. AC2560R18. Да, передний тормозной механизм. Суппорт передний. Это не такой уж большой. Дисковинтилируемый. Так. Ватчик МПС. Здесь шланг, да? То есть от суппорта сразу шланг. Все. Здесь также я уже снимаю то, что мы обработали. Осталось днище обработать. И все. Черепи-тихи-тихи-тихи-тихи-тихи-си. Вот какие он дела. Ладно. До скорого. Большой беглый такой обзор. Вот так задние подкрылки морсистые. Ну, как бы, шумоизоляция. Как себя покажет. Передние, кстати, подкрылки, они визуально снаружи, то есть касались пластика. На самом деле они вот такой вот шумоизоляцией. Так называемые подкрылки шумоизоляцией. Так что передние подкрылки тоже шумоизоляцией. Ну, она такая, конечно. В тех местах, где надо наклеим. Я бы, конечно, еще наклеил. Добавил бы. Так что вот. Шумоизоляцией. Так, а это вот вставка. Специальный уплотнитель. Это у нас вот сюда вот в крыло вставляется. Уплотнитель. Тоже, собственно говоря, своего рода шумоизоляция. Такой плотненький. Часть куска оставляется. Так что, такие дела.